Доброго здоровьица! И навсегда! Некоторые из вас могут почувствовать, как плазмоиды собираются. Привлекают стихотворение! 21 декабря. День Анфисы-рукодельницы. Назван честь мученицы Анфисы, пострадавшей в Риме. По-гречески ее имя означает «цветущая». Она была женой римского сановника, крещена святителем Амвросием Медиоланским. Жена градоначальника предложила Анфисе принять арианское учение, которое считало, что Иисус – посредник между Богом и тварным миром. Анфиса отказалась, а ее муж, боясь наказания, принял. В результате ее сожгли на костре, а вскоре умерли неверный муж и жена градоначальников. Сегодня женщины занимались рукоделием. От выпавшего снега в комнатах становилось светло, можно было заниматься работой до наступления темноты. А чтобы палец иглой не уколоть, проводили особое действие. Оббивали шелковую нить вокруг запястья. Согласно народным верованиям, это еще защищало от икоты и зевоты. Кстати, сама вышивка обладала волшебной силой. В ней зашифровывали различные мысленные желания. В вышивках включают в себя изображения птиц и зверей, которые, согласно народным верованиям, защищают от сглаза. А ромбы считались символом плодородия. Наши предки верили, что такой орнамент принесет счастье в дом. Защитой служили и отверстия в одежде, которые размещались на подоле, рукавах, воротнике. Считали, что тогда бесы до человека не доберутся. Что касается цветов, то больше всего любили красные и белые. Они символизировали кровь, это жизнь, здоровье, род и свет, окружающий мир, святость, чистоту и невинность. Приметы. Если день тихий и морозный, зима будет мягкая и снежная. Если сегодня началась вьюга, лето будет дождливым. Синицы с самого утра чирикают, ночью мороз ударит. Если сегодня птицы под крышей прячутся, это к метели. Ясная круторогая луна на мороз. Туманный круг около солнца или разорванный около луны к метелям со стужей. Если болит горло, надо взять стакан теплой кипяченой воды, добавить туда по половине чайной ложки соды пищевой и соли пищевой, плюс несколько капель, 2-3 капли йода. Этим раствором полоскать горло примерно через каждые полтора-два часа. Говорят, что это средство может избавить от боли в горле в течение дня. То есть вылечить простуду. Есть особый день в году. Наступает темноту. Новым годом он зовется. И для всех людей дается. Шелестят конфет-отвертки, там мандарин стоит. И наряженная елка огоньками нас манит. Веселись, веселись, веселись народ. Наступает, наступает Новый Новый год. Он врачу нам несет, он потанки раздает. Радость и любовь нас ждет, это Новый Новый год. Снова детство к нам вернулось. Волшебства мы жадно ждем. И подчерканье бокалом, хоть и счастье в каждый дом. Веселись, веселись, веселись народ. Наступает, наступает Новый Новый год. Радость и ночью нам несет, он потанки раздает. Радость и любовь нас ждет, это Новый Новый год. Так, если дружок сердечный, наливай бакал с картией. Загадай свое желание и под звонку ром-попей. Радость и ночью нам несет, он потанки раздает. Радость и любовь нас ждет, это Новый Новый год. Радость и любовь нас ждет, это Новый год.